Кеня экстрасенс. Так называли лет десять назад векторы и журналисты Федору Даниловну Конюхову. Сейчас, слава богу, отношение изменилось. Впрочем, и сейчас, и тогда находились любознательные люди, которых интересовала какая-то магическая сила, исходившая от этой простой сельской женщины. Эта сила, непонятно каким образом, наделяла обычную воду неведомой энергией, которая ставила на ноги, казалось бы, неизлечимых людей. Эта же сила вызывала у многих вот такие судорожные телодвижения. И что самое странное, нередко после нескольких сеансов такой тряски тяжелая болезнь проходила. Высказывает кандидат медицинских наук Александр Иванчук. С больной роли Галиной Ивановной 27 лет я познакомилась впервые в неврологическом отделении 36-й городской больницы в мае 1981 года, куда она поступила в связи с интенсивными головными болями, преимущественно в левой половине головы. Для этого в течение года беспокоили головные боли, и в последние месяцы больная была практически нетрудоспособна. В больнице было проведено тщательное неврологическое обследование, и был поставлен диагноз нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, ассоциированная мигрень и умеренно выраженный остеохондроз шейного отдела позвоночника. Выписанная из стационара была она с улучшением, однако головные боли продолжали беспокоить, и больная в последующем месяце фактически была нетрудоспособной. В ноябре 1981 года впервые было проведено 4 сеанса Федоры Даниловны, после чего головные боли значительно уменьшились, больная приступила к работе, и на настоящее время фактически ни разу не была на больничном листе. Сейчас начат уже повторный курс. Чем же объяснить улучшение состояния больной? Внушение? Но разве можно что-то внушить в капли крови? А между тем, после воздействия кониховой, формула крови в пробах заметно меняется. И даже когда пробы помещались в термостат, за слой металла и пластика, кровь и там испытывала ее воздействие. Как видите, даже в те времена находились ученые, которые пытались исследовать феномен кониховой. Среди экспериментов были и такие. Замеряли и сравнивали потоки фотонов, излучаемых ее ладонями, и руками обыкновенных людей. И что же? В моменты напряжения у кониховой такой поток был в 50 раз мощнее. Сопоставляли измерения в точках акупунктуры. И здесь конихова выходила чемпионом. Но что из этого следовало? Ни первое, ни второе, ни десятое исследование не объясняло, почему у больных с довольно тяжелыми органическими поражениями воздействие целительницы улучшало здоровье. Что вас привело к Федоре Даниловичу? Ну, во-первых, любопытство, в общем-то, да. Потом еще одна из причин, это частичная потеря слуха. У меня, в общем-то, не влит. Я этим заболеванием страдала с детства. И, в общем-то, потеря слуха у меня, в общем, катастрофически. Теряла я слух. А теперь сколько сеансов провели? Вот я не считала, в общем-то. Ну, наверное, сеансов, ну, 20. И как со слухом? Ну, сейчас, в общем-то, на работе не жалуется. Слух улучшился. Я сама это ощущаю, в общем-то, и дома, и окружающие это ощущают. И действительно, слух улучшился на низких частотах на 20%, а на высоких на 10%. Это видно из аудиограмм, выданных Натальей Капитановой в 32-й поликлинике Москвы. С тех пор немало воды утекло. Но и сегодня, 10 лет спустя, по-прежнему остаются без ответа вопросы. Почему после 30 сеансов подобного воздействия из почек Гулии Кожембаевой вышли камни? Почему у Людмилы Нитяги после 50-ти кратного воздействия снят диагноз хронического пелонефрита? Почему у Эллы Асафовны лифт за 70 сеансов исчез зоб и больше не мучит астмы? Почему у Салмановой Роузы, имевшей инвалидность первой группы в связи с рассеянным склерозом, после 60 сеансов состояние улучшилось настолько, что инвалидность снята, и Роуза вновь приступила к работе? Увы, подобных безответных вопросов можно задавать сотни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова